Как было уже заявлено, мы продолжаем нашу цикл лекции про шломбайту. Кто не слушал, начало стоит послушать. Надеюсь, оно находит на портале ВАИКР и на моем сайте в фейсбуке. Вот, итак, продолжим. Мы в прошлой лекции говорили о том, что причины, основные причины вообще появления проблем в шломбайте. Как мы тогда сказали, что в еврейском мире непосредственно это Вторая мировая война, когда люди были лишены массорута, люди лишены были передачи, люди лишены были возможности учиться у своих родителей, как строить дом, как вообще управлять землей, как общаться муж с женой, жена с мужем, муж с женой, как бы понятно. То есть, не было, люди потеряли, женщины потеряли понятие, что такое отец в доме, что такое муж в доме, потому что не видели из-за всех страшных ужасов, которые они пережили время войны, часть, так сказать, не помнила, часть просто не видела, потому что родились, воспитались в детских домах и так далее. Вот. И то же самое, муж тоже не понимал, что такое жена в доме, что такое мать в доме и так далее. Все это, как бы, привело к жутким, так, тяжелым последствиям, которые мы сейчас, в общем-то, и разгребаем. В религиозном мире, в нееверейском мире это началось раньше, но в любом случае Вторая мировая война, даже там-то, тоже дала тяжелые последствия. Вот все эти, не только Вторая мировая, все эти, ну и сейчас в России все эти ужасы, гражданская война, и все это, конечно, повлияло. В Америке, где было потише, но тоже было достаточно много проблем, был кризис в 30-х годах, так сказать, тоже были проблемы, которые, в общем-то, да, привели к тем печальным последствиям, которые сегодня находится мир. Теперь, к сожалению, есть, так сказать, количество разводов. Теперь проблема, которая сегодня появилась в нерелигиозном мире, да, и частично начинает перебираться в религиозный мир, это то, что молодежь боится жениться, боится сводить и узы, и начинают встречаться, общаться до свадьбы, и думают, что таким образом они спасутся от разводов. Это колоссальная ошибка, колоссальная ошибка, и чуть попозже мы будем говорить об этом, мы это сказать чуть попозже, потому что немножко нужно нам достаточно много вступлений. Просто запомните, что есть такая проблема, мы к ней еще вернемся. Но так, вначале я написал, что мы говорим о разногласиях, то вернемся к разногласиям, диагнозам, откуда вообще все появляется. Написано, да, Масехет Санедрин, Масехет Сотон, но в основном Масехет Санедрин, Пэрэк Хэлэк этим занимается. Он говорит, что перед приходом Масеха, Масехет Санедрин это в конце, да, в Мемтед, 49-й странице, а Пэрэк Хэлэк это там 96-я страница, если не ошибаюсь. В самом начале Пэрэк Хэлэка. Вот, он говорит о том, что перед приходом Масеха, Масехет Санедрин будет, Недрит, и Недрит в уходе, да, он понимает, что, что такое пращит гемора, что такое Эмет Недрит, что такое истина будет Недрит, что такое Недрит, имеется ввиду, что она будет разбиваться на Адарин, на группу, будет разбита на группу. К одной из объяснений, там есть несколько объяснений, но суть как бы такова, что что, как бы, два объяснения, на самом деле, они объясняют одну и ту же, одну и ту же идею. Начнем со второго, со второго объяснения, она более легкая, она, так сказать, объясняет как раз первое. Так, второе объяснение будет таково, что будет разбита на группы, и каждая группа будет кричать, что у меня истина, что истина у меня, у других все плохо, у ее остальных все лжецы. И написано, да, что именно там истины не будет. То есть, когда одна группа обвиняет другого, так, значит, истины там нет. Потому что истина одна на всех. Очень важно понять, что не то, что у каждого человека есть своя истина. Нет, здесь у каждого истина это ложь. Нужно понимать. Истина одна на всех. Истина, она в суть своей, в сути своем, что она одна. Она не может быть две истины, не может быть. Да, это уже не истина, это ложь. Если один говорит 2 плюс 2 5 А другой говорит 2 плюс 2 это 3 И так оба лгут Потому что истина, что 2 плюс 2 это 4 Она не может быть ни 5 и ни 3 Она может быть только 4 Это такой простой пример Математическая истина Ну и так далее, любая истина строится по такому принципу 2 плюс 2 она всегда 4 Она не может быть ни 5, ни 3, ни 6, ни 7, ни 8, ни 10 И так далее Не может быть спора в этом вопросе Если солнце заходит На западе, а восходит на востоке Так это восток, да Это запад Не может быть наоборот, не может быть север и юг И так далее Если она по своей сути, она одна Когда возникает разногласие Что такое разногласие Тоже мы еще к этому вернемся Тоже хороший вопрос, еще не так однозначно По крайней мере это нужно понимать У человека может быть свое мнение Но мы еще к этому вернемся А вот Вторая важная идея Говорит о том Что люди истины Люди, которые сильно знают Они будут Они будут, так сказать Это Говорят, а это одна из групп, одна из, так сказать, группировок Люди, которые будут знать истину, их не будут слушать Говорят, а это одна из групп, одна из, так сказать, группировок Которые Эти говорят так, эти говорят так, эти тоже говорят так То есть они не будут услышаны Более того Рамбом пишет, что когда люди идут по плохому пути Рамбом этого Лахо Деот Лахо Деот Пэрик Шиши В шестом Пэрике Комуколио Мединон, как во всех Мединон, всех странах в нашем мире Во времена Рамбома Уже Более 300-400 лет назад Да Уже Даже больше, чем 600 лет назад Вот То есть уже тогда Уже тогда был кризис истины Уже тогда был кризис истины То есть очевидно Все Все Страны Ушли не по правильному пути Которых Рамбом знал Он говорит, что человек должен уйти в пустыню Исняет последнее рабоним О какой пустыне Это речь Это Бет Медраж Это Место, где изучают Тору Бет Медраж Ешива И так далее То есть там находится истина И это есть та пустыня, о которой говорил Рамбом И это Ешев Как сказано В пасуке Ешев Бадат Ваида Будешь сидеть один То есть Укроешься Это то, что говорится Истинная Нейдереш Она будет уходить в пещер Будет уходить в Батэ Медрашим И там запираться Там будет находиться истина Она не сможет влиять ничего Не сможет давать Ничего бахот Потому что мир будет таковой Что нужно будет уходить Теперь Я тоже сейчас не хочу, так сказать Это тоже непростая вещь Потому что Дерех, например, Хаббат Был, так сказать И было И есть сегодня Это немножко Да, пытаться осветить людям Мысли Не только Дерех, Хаббат Все, так сказать Плюс-минус этим занимаются Тоже нужно понимать Да, что значит Уйти Значит, находиться Как, так сказать Как делать вылазки, так сказать Из своего бомбоубережища Да, то есть Вокруг, так сказать Зараженная местность А нужно выходить На противогазе И, ну Образно понятно И выходить И обещать людям Истину Как это делать О чем идет речь Тоже, как бы Немножко Но это оставим в стороне Это не совсем наша тема Я говорю про Шламбайт Я просто взял эту тему Для того, чтобы Перейти к теме про Шламбайт Но, во всяком случае Что мы видим Мы видим Мы видим Первое, так сказать Настоящее, так сказать Да, дом Семейное счастье Мы говорим про еврейское Семейное счастье Можно построить только Когда семья связана С истиной Связана с Бейтмедрашем Это необходимо Да Без этого неба Очень Практически невозможно Построить Шламбайт Сегодня Потому что Куча проблем Мы поговорим дальше Но просто Как бы Это как Некая аксиома Которая будет Не, скажем Некое заявление Которое будет дальше доказано Теорема Которая будет дальше доказана По крайней мере Сейчас Примите это просто Как сведение Как некую аксиому Которую дальше Будет объяснена В последствии Следующих уроков Сегодня Невозможно Построить Шламбайт Невозможно Построить Шламбайт Без Без связи С Бейтмедрашем Без связи С местом Где изучают Тору Без связи С Равином Без связи С местом Где изучают Тор Должна быть Непосредственная связь В Хабаде Все-все Очевидно Я не Хабадник Сразу говоря Говорят о прошлом уроке Да В прошлом уроке Но Хабаде Это очевидно Там это И Смашпи И Срав Там это Сказать Но даже Тех люди Которые Не Хабадники Как я И другие люди Все равно Обязанность Иметь Равин Вот это Шелханоров Тех должен иметь Своего Рава Целых Рав Шестая Мишнаптер Сделай себе Равин Человек не может Быть религиозным Даже построить Шломбай Да Даже не говорю Про религиозность Просто построить Шломбай В отрыве От Тора Вместо изучения Тора Просто невозможно Дальше я объясню Почему Какая-то Теперь Когда мы говорим Про разногласия Да Вернемся к разногласия То Рав Мецгер Зуцаль Один из моих Учителей Был Главой Бэтмидраша Где училась Моя жена Наверное Верушалаем Да Варнофем И девочек Естественно Не Бэтмидраша Место для Девушек Где они До свадьбы Учили Про мою жену Наверное Многое знаете Эстер Афингендин Поэтому Упомянул Она кстати Очень часто Приводит его Пользуется Тому Что она училась Там Ну не только Там Она в других Еще местах Очень много Приводит Равнистера На своих лекциях Вот Как он говорил нам Да Мне перед свадьбой У него отдельный урок Для хатанин Перед свадьбой Что говорил так Есть как бы Бэтмидраш Решен Бэтмидраш Решен Говорил Это Не важно Он говорил Это дом мужа Семья мужа Бэтмидраш Решен Где человек Вырос Мужчина Хатан Вырос Жених Да Муж Есть Бэтмидраш Шени Бэтмидраш Шени Это дом Жены Где жена Выросла Невеста Жена Она выросла Бэтмидраш Теперь и тот и другой Не хорову И тот и другой Разрушены Образно Да Теперь что нужно построить В Зугу Бэтмидраш Леши Третий Бэтмидраш Что он хотел сказать Хотел сказать Очень простую идею Есть Как бы Взгляды Можно сказать грубо Очень грубо Да Скажем это Перейдем на наш Современный Грубый Тяжелый язык Ну по крайней мере Понятно Есть партия Партия Семья Партия это Семья мужа Есть партия Семья жены У них и там Свои порядки Свои обычаи Свои взгляды Свои так сказать Нормы Нормы поведения Нормы поведения Да Всякие взгляды Обычки Все Все подходы К жизни Да Какие то Так сказать У мужа одно У жены другое Очень часто Эти вещи Не совпадают Часто Не противоположны Нам гемора Говорит Что человек Должен искать Мужчина Женщина Соответственно Я говорю Человек 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 Это Захарова Никова Барау Там Некраш Мадам Мужчину Женщину Создал Их И это Назвал Человеком Адам 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 Это Человек Адам Это Захарова Никова Человек И мужчина И женщина Чтобы было понятнее О чем я говорю Он должен искать Она должна искать Почему я говорю В мужском роде Потому что на иврите Мужской род Это род Средний В русском языке Средний род Который объединяет Мужчина и женщина В иврите Мужской род Это Он как бы Говорит Про два Про два Про два Про два поколения Про два Про два рода А вот Так Так Мужчина Так сказать Или женщина Они Каждый привык К каким то Своим обычаям В семье Но суть Заключается В том Что каждый Должен Выйти Своего поля Своего Гедера Своего Сосуда Своих привычек Своих Взглядов Иногда Каких то Не все Взгляды Про взгляды Мы еще поговорим Отдельно Я об этом говорил По крайней мере Какие то Привычки Какие то Какие то Вещи Начинать Уступать Один другому Не то что Уступать Тут очень правильно Не уступать Сейчас человек Уступает Альмна От того Чтобы другой Тоже ему уступил Нет Тут именно Идет строительство Мы сейчас Как бы Пришли из разных Семей Нам нужно Создать Свою семью Поэтому Мы смотрим Что мы можем Брать Что нам нужно Оставить Что мы можем Внести В новый дом А что мы должны Оставить на улице Что мы должны Избавиться Каких то вещей Мы можем Каких то вещей Нельзя Жена Которая Не переносит Что муж Курит Ему нужно Бросить курить Может говорит Тысячу раз Что это тяжело Но она Не переносит У нее Астма От этого Аллергия Просто не переносит Все Он должен Бросать курить Знаю Там еще Тысячу Тысячу Разных вещей Она привыкла Так сказать К порядку В доме К чистоте Значит Он не может Сорить в доме Он должен Стремиться Поддерживать Порядок в доме Помогать жене Чтобы Чтобы все было Аккуратно Да И принимать Участие в уборке Он может сказать Я иду изучать Тору Я иду работать Найди время Помоги жене И так далее И так далее Это просто примеры Это построение Третьего дома Построение Третьего Бейт Мигдаша Когда оба строят И каждый Берет то Что он То что он считает По согласованию Да С друг с другом Они берут И своих Материнских домов Да Материнских Отцовских домов Называйте как хотите Да Какие то свои вещи А что то берут Что то оставляют И по согласованию На материале Своих домов Строят свой новый дом Новый дом Это важно Что это будет новый дом С новыми обычаями С новыми подходами С новыми Это касается Не только Дома Где семьи Это касается Бейт Медряша Где человек Учился И рава Многие вещи Допустим Она Скажем Очень часто Было одно время В Израиле Часто меньше Ну раньше Было Что например Многие хасиды Изгурские хасиды Например Учились В пони И сейчас Очень много Учится В пони Литовских хешивах И была Такая семья До 50 лет назад Так появился Кстати Вот этот Известный Мехтав Хазуныш Письмо Хазуныша Он как раз Там все Объясняет По поводу Отношения мужа И жены Очень кротко Коротко И ясно Очень четко Совет Ну По возможности Кстати Это у меня есть В электронном варианте Переснято Кому интересно Ну и в рите Естественно Я пытался Немножко Это переводить Частично Есть какие-то переводы Если надо будет Я могу прислать Но поговорим отдельно Вот Так там Суть этого История Написания этого письма Была такова Что был Бахур Был один парень Который учился Был из хасидской семьи Из гурской И он учился в пони Ведь же Вышел и женился За девушке Из литовской семьи Да Не хасидской Литовской У него были Совершенно другие Обычаи в доме Да Чем у него И она Надо сказать Они не могли найти Общий контакт В частности У них бы отношение К митсвату Надо Так сказать Интимным отношением Мы еще об этом Поговорим Впоследствии И тогда Хазуныш написал Своё письмо Кстати Вот то что он написал Это очень важно Да Может быть сейчас Разобрать Как раз Поговорим об этом Потому что На этом построено Построение Он как раз говорит О построении Третьего дома Он говорит следующее Что Первым говорит Что Хова Строительство Должен вести Муж А не жена Как он должен Вести Строительство Аля Дэй Симха Хуваль Лисамех Радовать Ее То что он ее радует Тем что он ее радует Тем что она довольно счастлива Это Лакмусовые бумажки Это вот эти индикаторы Да Вот когда Привор работает Горит индикатор Красная лампочка Зеленая лампочка Работает хорошо Красная плохо Так вот Жена является Вот этой вот лампочкой Да Если все хорошо Она зеленая Она счастлива Да Все классно А если плохо Она красная И плохо Да Это в интимном отношении Это Касается Секса кстати Секс это В первую очередь Да Если жена не удовлетворена Значит Лекем там Митсватуна Не выполнил Свою супружескую обязанность Между мужем и женой И так далее Да То есть Нужно понимать Те люди которые думают Что если он так сказать Побыл с женой И сделал свое дело И повернулся на бок И все хорошо То ничего хорошего В этом нет Это значит Ты ничего не сделал Лучше вообще ничего не делал Да Надо сделать так Чтобы она была Горела зеленой лампочкой Чтобы светилась От счастья и радости Если ты этого не добился Значит Зря старался Ну Надо было и не стараться Вообще А вот Знаешь что не надо Надо стараться Надо как-то подстраиваться Но тоже об этом поговорим И все на одной ноге Да И все сразу А вот Знаешь что он пишет Про все Да Касаясь этого Да Так вот Хува Жена Так сказать Хува Мужу Так сказать Лысомех Свою жену Да Его обязанности Значит Жена Так сказать Не должна Ничего делать Да Жена Не должна быть Пассивным стаканом Которые льют воду Да Такое образное выражение Не должна быть Как выразил Саров Шахатович Пластиковым стаканом Которые льют воду Надо еще придерживать Чтобы он не убежал Да А то он еще перевернется И расплескает воду Жена и муж должны вместе работать Но обязанность Лежит на мужа Он так сказать Руководитель работ По построению дома Он главный архитектор Он главный конструктор Он главный этот Каблан Так сказать Тот строитель Который все это строит Она ему помогает Да Она на подхвате Тоже понимает Так он говорит Как строится через Если то сказать Она просто не просто На подхвате Она именно является Индикатором Да Все хорошо Или все плохо Если все плохо Значит у нее Ей плохо Если хорошо Так ей хорошо Да Муж тоже хорошо Потому что Это очень интересно Когда жене хорошо То и мужу хорошо То есть его хорошо Его так сказать Радость Да Идет связано С ее радостью Да Ему никогда не будет Хорошо Если ей плохо Это так касается Даже интимных отношений Даже сексуальных отношений Только кажется Что муж получил Удовлетворение Но он будет всегда Чувствовать Что что то не то Что Бежаться на жену Даже чисто На интуитивном уровне Даже не на Бессознательном уровне Скажем так На бессознательном То есть он даже будет Сам не осознавать Что ему плохо Но он будет чувствовать Что ему плохо Потому что она будет Недовлетворена Ну и так далее Все это просто Так сказать Чтобы было понятно О чем же речь Теперь так Как строить Как строить Говорит, хазу нашу им простую вещь. Сады еще в Шерлоках. О, ва. Как ее нужно радовать. То есть нужно радовать жену, да? А как ее радовать? Как строить, как радовать жену? Говорит, желание женщины всегда получать удовольствие в ее глазах. Чтобы муж был от нее, был от нее удовлетворен. То есть она радостна, когда муж от нее получает удовольствие. То есть она, так сказать, она готова, она готова сделать, чтобы муж был радостным, чтобы муж был довольным. Но муж должен показывать ей, что у него все класс. Не молчать, да? Получил тарелку супа и начинает сразу хлебать, так сказать, не сказав спасибо, да? Скажи спасибо, поблагодари, скажи какой вкусный суп, да? Ну, подари цветы на шаббат или еще что-то. Напиши записку, какая ты красивая, какая ты прекрасная, как я тебя люблю. Жена должна получать фидбеки, то, что называть на английском. Фидбеки, то есть постоянное, так сказать, доказательство того, что ее любят. Да мужу это понятно. Получил суп, получил котлеты, получил, так сказать, еду, да? Получил чистый дом, все классно. Он молчит. Не молчи. В первую очередь не молчи. Скажи, как тебе здорово, как тебе классно, как все, как ты... Без этого невозможно. Это то, что имеет в виду Казуныш, на самом примитивном уровне. Ну и так далее, и так далее. Помогает же, помогает же не так далее. Потому что он строитель дома. Он отвечает за строительство. Естественно, он должен думать, как сделать так. То есть она хочет его, чтобы ему было хорошо. И он должен, так сказать, то есть, по сути дела, она делает, так сказать, да? Он строит дом, но он, как бы, является руководителем проекта, скажем так, да? Так, руководитель проекта должен хвалить своих, так сказать, подчиненных, ну, грубо говоря, подчиненных, да? Сотрудников, компаньонов в данном случае. Жена и мужа не компаньоны, равноценные. Человек должен строить своего компаньона, который старается. Ну и сам принимать участие в строительстве, да? Тоже что-то делать. Ну, в первую очередь, комплименты. Это очень важно. Она тоже должна ему дожать комплименты? Ну, для женщин это более естественно, для мужчин это не так. Какая-то хува, да? Он говорит, что на него направлены его глаза, она постоянно, ей нужно постоянно, ей нужно постоянно, постоянно нужно показывать ей, насколько ты ее любишь. Каким образом? Беребуй сиховый рицуй, говорит. Тем, что вы разговариваете, общаетесь. То есть не просто говорить комплименты, а постоянно общаться, разговаривать, обсуждать. И рицуй, это уже, когда жена разрешена мужу, да? Когда ныне не да. Это обнимать, целовать и так далее, и так далее. И сексуальные отношения интимные. Это рицуй. Понятное дело, что не хватает жену и не тащит в постели. Про это сказано в Мишле Эцбраглайм Хойте. Палка между ногами это грех, потому что ей больно, и неприятно, и чувствует себя изнасилованно и так далее. Понятно, что нужна подготовка. Так вот это рицуй, вот это есть ларацот. Те люди, которые думают, что в иудаизме нету, так сказать, нигде не написано про женщину, что женщине нужно нести до оргазма. Это написано, в Мишле и написано. Мишле и в других местах, пьюз, это хува, 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 обязана женщину ловести до оргазма. Это пишут многие Масыхтут. В частности, Сафер Мишлы с этим тоже, и это приводит Масыхет Эрхен, если не живой. Он говорит, что амарацидой мэлари. Похоже на ари, потому что он, так сказать, боэль вэйну мифаэс. Он, так сказать, делает свое дело, да, би, била, би, би, боэль, это имеется конкретно, да. Интимные отношения, да. Ну вот, как и конкретно Масы, да, конкретно это дело. Бэй вэйну и льём и фаэс, и не возбуждать, и не доводят до оргазма. Теперь это простое понимание Талмуда, если не ошибаюсь, это Масыхет Эрхен. И дальше там гемора, мы всё будем говорить об этом, просто сейчас, так сказать, это не... Я вскользко, касаясь этой темы, чтобы было понятно, о чём, так сказать, идёт речь на этом. Дальше будем всё это разбирать. Не сегодня, конечно, сегодня времени не хватит. Ну, без радости, что дальше, в следующих лекциях. Вот, так, когда же имеют в виду Хазныш? Рицу, да, то есть, как бы постепенно, да. Теперь, когда она не да, так, естественно, речь идёт про, так сказать, ну, еврея, понятно, не да, не да запрещено. Кстати, между прочим, не только евреям, да, может быть, и Гоям тоже стоит соблюдать эти законы. Но это всё отдельно уже история. А вот, евреям точно запрещено, когда женщина не да, надо отдаляться, нельзя передавать из рук руки, нельзя, так далее, так далее. Это тоже отдельно, мы сейчас, если захотите, тоже поговорим про законы, не да, сейчас не буду сейчас входить на одной ноге. Вот, и так далее. Кстати, все законы, то, что нельзя время не дать, то нужно и необходимо делать во время, когда она ему разрешена. Он ей разрешён, ну, и так далее, вместе. Вот. Потому что это то, что приближает. Просто так запретили эти вещи, время не дать. Те вещи, которые приближают. Это есть тот самый рицу, да, которым говорит ларацот. То есть, от слова рацион, желание, да, возбуждение, желание, да. Однокоренные слова на еврите. Вот. Так, так, сиха, сиха разговор в СХ, общаться, разговаривать, найти друг другу общий язык, контакт. Инсайт, то, что говорится на английском, да, инсайт, понимание, взаимопонимание. То есть, есть инсайт, есть некое связующее звено, некое взаимопонимание, да. Абанаададди, то, что называется на еврейке. Вот это и есть сиха, это и есть лысахехехады машины, разговаривать с друг другом. Это нужно делать постоянно. И это тот строительный материал, который строят. И когда люди общаются, разговаривают, они понимают стороны друг друга, и понимают, что они могут, что они могут взять из своих старых домов, и на каком материале могут построить свой новый дом, найти общий язык, взаимопонимание. Это называется построить взаимопонимание. То есть, я понимаю тебя, ты... При этом каждый может оставаться при своем мнении. У каждого один вход, подход другой, другой подход. Это разные вещи. У Сары и Авраама были разные взгляды, но они находили взаимопонимание. Они знали, как друг другом общаться, как друг другом, так сказать, оставаясь каждый при своем мнении. Это не влияет одно на другое. Это не значит, что один должен принять мнение другого, или другой должен принять мнение, так сказать, изменить свое мнение. Измениться мнение это отдельная вещь. Это человек меняет мнение. Это в зависимости от жены. Может жена сказать какое-то замечание. И он может измениться. Например, Сара сказала Аврааму. Он должен был изменить. Он не хотел выгонять Ишмаэля. Сара и Мейну. Авраама и Вину. Но не хотела выгонять Ишмаэля. Но Сара ему сделала замечание. Он принял этот взгляд. Он понял, что она права. Вы же не сказал. Иди слушай волосы жены. Но я просто к чему это говорю. Может быть разное мнение. Разное мнение. Но иногда человек меняет свое мнение. Иногда он остается при своем мнении. Разные вещи. Разные вещи. Но взаимопонимание. Это когда люди. При разности мнения. Находят общий язык. Находят общий. То, что их объединяет. Строят что-то новое. Вместе. То, что называется. В компании. Компаньонстве. И это то, что лечит людей. От любых разногласий. От разводов. И так далее. И это то, что приводит к тому. Что говорят хохамим. Построить. А ваша лёт луя бедавар. Любовь, которая не привязана. Никакой вещи. Что с ним привязана. Они научились жить вместе. Они компаньоны. Они как правая и левая рука. Они не разливая вода. Они просто работают вместе. Да. Просто работают вместе. Взаимопонимание. Полное. Хотя у каждого. Так сказать. Может быть свой подход. Но они умеют работать вместе. Это называется. Любовь не привязана ни к чему. То есть они научились. Стали единым организмом. Такая любовь не может разлететься. Никогда. Такие люди никогда не переживут разводы. Они будут жить. И умеют до 120. И дальше. И дальше. И так далее. Про таких говорится. Что они жили душа в душу. Вот это называется. И это то, что должен. Очень важная фраза. Должен. Построить каждый человек. В своем доме. Любовь. Которая не привязана ни к чему. Теперь. Как построить. Это понятно. Как говорит Хазуныш. Общаться. Говорить. Понимать. То есть строить на общении. Нет уж кажется. И в своем углу. Общаться. Максимально общаться. Максимально. Искать. Взаимопонимание. На этом строится. Вот эта самая любовь. Окей. Давайте на сегодня завершим. Драта Шем. Продолжим. Пишите. Очень важны мне ваши вопросы. Ваши это. Пишите. В моей группе. В Ацебе. Возвращаем. Я сейчас скину. Приглашение. И. Пишите. В комментариях. Мне очень важно. Так сказать. Ваше обсуждение. Ваше мнение. Да. До свидания. До свидания.